Мы продолжаем рассказывать о сходах граждан в сельских поселениях района, на которых селяне получают отличную возможность привлечь внимание местных властей к своим проблемам и обсудить возможности их решения. Наша съемочная группа побывала на очередном таком сходе в селе Погорелово. Кировское сельское поселение, куда входит и село Погорелово, известно своими достижениями в плане благоустройства. Призовые места в краевом конкурсе «Лучшее поселение Краснодарского края» не в новинку для селян, поэтому обстановка здесь в целом благополучная. Но лучшее, как говорится, враг хорошего, всегда есть к чему стремиться. Поэтому жители Погорелово охотно собрались в своем сельском клубе. Их приветствовал глава Славянского района. Сегодня приехали с вами побеседовать, как говорится, по душам, чтобы понять, что вас на сегодняшний день беспокоит, чем вам помочь, что хорошо, что плохо. Поэтому рады будем, если вы будете задавать вопросы. Постараемся на них ответить. Роман Синеговский с одобрением отозвался о работе, которая делается администрацией поселения. Мы с Евгением Владимировичем как минимум раз в неделю увидимся по понедельникам. Приятно, что сегодня подводили итоги. Ваше сельское поселение практически ни за что не должны. То есть вы содержите себя сами, сами меняете башни, сами ремонтируете дороги, участвуете в программах, платите налоги. Что же волнует селян? Прежде всего это здравоохранение. Жители хотели бы приближения медицинских услуг, в том числе стационарных, к месту проживания. И, конечно, ускорение приема у узких специалистов. Здесь есть свой фельдшерско-акушерский пункт. Но он временно не работает, потому что фельдшер в декретном отпуске. Прием жителей осуществляет Голицынская врачебная амбулатория, где работает опытный врач-терапевт. Все жители хутора Погорелова обращаются ко мне в Голицынскую амбулаторию, где им оказана медицинская помощь. При необходимости их направляют к узким специалистам в Краснодар или к нашу больницу в ЦРБ. Выписываются все анализы, которые необходимы. Они приходят, назначается им день, они приходят и сдают. Все получают адекватную профессиональную помощь. Обслуживаются вызыва, все без исключения. Амбулатория нуждается в лучшей меблировке. Глава района поставил задачу взять этот вопрос на контроль. Что еще беспокоит селян – это состояние дорог и водоснабжения. По этим направлениям в поселении идет постоянная работа. Дороги внутри населенного пункта подсыпаются гравием и грейдируются. Разговор получился откровенный. На все вопросы были даны обстоятельные ответы. Мы благодарны нашему Евгению Владимировичу за его хорошую работу. Он отзывчивый глава администрации, помогает всем. Наше село трудолюбивое, отзывчивое. Люди все хорошие. Мы благодарны всем, что помогают. Вообще все хорошо. Евгений Леонов – глава опытный. И для него такие встречи с жителями, с участием руководителя района – это хорошая возможность для обсуждения состояния дел и совместного поиска решений проблемных вопросов. Те вопросы, которые люди задавали, я о них знаю. И мы в любом случае будем решать, почему я так уверенно отвечал. И в текущем году, и на следующий год, чтобы принять участие в краевых программах, будь то дороги наши. Все это сейчас осмечивается. Надеюсь, что с помощью, в том числе, Романа Ивановича, районной власти, его зама, мы сможем войти в эту краевую программу. Тогда вот вопросы по дорогам решатся. Успеха можно добиться при объединении усилий селян и властей всех уровней. Эта мысль здесь не нуждается в особых доказательствах. А Андрей Весневский, Игорь Ванчугов. Программа События.